Здравствуйте! В эфире программа «Мысли вслух» и я, Сергей Пономарев. Минувшая неделя принесла архангелогородцам долгожданную прохладу и обильные дожди. Однако, вместе с ними в город вернулась и традиционная, но позабытая за жаркие месяцы проблема лужи. Большинство городских улиц, дорог и тротуаров превратились в реки и озера, а их преодоление стало для автомобилистов забавным приключением, а для пешеходов практически непосильной задачей. В чем же причина того, что год от года Архангельск тонет? Ответ на этот вопрос известен в неудовлетворительном состоянии ливневой канализации. Правда, это справедливо лишь для тех улиц города, где она в принципе есть, а таких улиц немного, меньше половины. За исправность ливневой канализации в нашем городе отвечает муниципальное предприятие Аркомхоз. К чести коммунальщиков, свою работу они выполняют добросовестно, правда, лишь в том объеме, на который хватает предусмотренного в бюджете финансирования. Получается, как в поговорке, сколько пива, столько и песен. Стоит ли ругать за это городскую власть? Не думаю. Ведь в Архангельске сети ливневой канализации требуют не только текущего ремонта, а и капитальной реконструкции. На большей же части городских улиц ее необходимо вовсе просто заново построить. Для того, чтобы решить эту задачу, можно поступить просто. Во время капитального ремонта уже существующих дорог или строительства новых необходимо учитывать эту особенность еще на стадии проектирования. Только так со временем в нашем городе удастся решить эту проблему. Безусловно, это произойдет не скоро, но произойдет. Ведь уже сейчас во время реконструкции и строительства новых дорог в областном центре так и поступают. Ну и напоследок еще об одной теме, которая не на шутку взволновала горожан на минувшей неделе. В городе очень много ОС. По какой причине насекомые облюбовали столицу Русского Севера? С одной стороны, ответ лежит на поверхности, лето выдалось жарким, благодаря чему их популяция значительно увеличилась. Но есть и другое объяснение. Город становится красивее. В нем, благодаря усилиям городских властей, управляющих компаний и самих жителей города, становится все больше цветов, которые не только радуют глаз северян, но и притягивают ОС, пчел и других насекомых. Получается, как в старой поговорке, нет худа без добра. Так что давайте просто наслаждаться уходящим летом со всеми его, пусть и не всегда, приятными атрибутами. Всего доброго! С вами был Сергей Пономарев.